Общение с жителями всегда в приоритете. Губернатор Андрей Воробьев лично ответил на все вопросы видновчан. И, конечно, поинтересовался, довольны ли они проведенным ремонтом в подъездах. Все очень здорово, все очень жители довольны. Покрасили стены, освещение поменяли, видеонаблюдение нам сделали. Ленинский район у нас один из лидеров. В этом году будет порядка 500 подъездов отремонтировано. Очень важно, чтобы они с помощью жителей, которые живут в этих домах, оставались в хорошем, опрятном состоянии. Мы очень надеемся, что после того, как мы совместно реализовали этот проект, именно так и будет. Подъезды дома по проспекту Ленинского комсомола 60 теперь не узнать. Здесь заменили освещение, побелили потолки, установили новые почтовые ящики и покрасили стены, которые потом декорировали. На создание такой красоты у художника из глидного Александра Бекера ушло немало сил и времени. Дается эскиз, на который я смотрю, держу в левой руке, и с него рисую большими движениями карандашом. Набрасываю слегка, а потом просто дается сначала тональный фон, общий фон в разноцветии, а потом идет тонкая мелкая прорисовка. Уже аэрограф? Уже аэрограф. Губернаторская программа «Мой подъезд» дает жителям возможность самим выбирать дизайн проект и сроки ремонта. В основном рабочие укладываются в две недели. В 83 подъездах Ленинского района ремонтные работы продолжаются, а более 60 уже отремонтированы и приняты собственниками многоквартирных домов. Очень важно, что 29 из 61 готовых подъездов уже приняты совместно с жителями, с председателем многоквартирных домов, с ассоциацией многоквартирных домов, приняты непосредственно участниками софинансирования, то есть жителей. Помимо ремонта в подъездах проводят и комплексное благоустройство дворов. На ПЛК-60 значительно расширили парковочную стоянку, сделали дополнительное освещение дворовой территории, установили информационный стенд и новую контейнерную площадку для сбора мусора. Что здесь предстоит еще, вот мы сейчас проговорили с жителями, это, конечно, поставить шлагбаум, потому что теперь, когда такие парковочные места хорошие сделаны, могут приезжать сюда из других дворов транзитные пассажиры, поэтому это как раз задача власти жителям поработать, поставить шлагбаум и организовать доступ конкретно жителей этого дома, что называется, на свою предваловую территорию. В продолжение рабочей поездки губернатор области Андрей Воробьев проверил готовность к открытию после ремонта районного центра культуры и досуга. Это здание было построено в 1955 году и нуждалось в масштабной реконструкции. Здесь провели реставрацию отдельных элементов художественного оформления помещения. Все постарались сохранить в первозданном виде. Уникальные элементы советского классицизма, отлеплины барельефов, скульптурных композиций в виде колоссий, гербов, цитаты из Конституции, все что угодно здесь можно увидеть. Художественное панно потолков, плафоны, люстры, бра, все это уникально. В центре работает 15 творческих объединений, среди которых детская хореографическая студия, танцевально-спортивный клуб, оркестр народных инструментов, хор русской песни и другие коллективы, для которых теперь созданы комфортные условия для занятий и репетиций.